здравствуйте коллеги меня зовут волканов дмитрий юрьевич сотрудничестве с георгий владимирович курячем широко известным данной аудитории я хотел бы рассказать о цепочке курсов которые используют свободное программное обеспечение я представляю факультет вычислительной математики кибернетики московского государственного университета имени михаила сельчика ломоносова основанной в 370 году академикому андре николаевичем тихонов и в настоящее время мы готовим специалистов по соответственно специальности прикладная математика и информатика которая с недавнего времени исчезла из реестра специальности министерства образования ну в общем и целом и который войти специалистов это вот 300 человек ежегодно выступают на наш факультет даже не 300 это магистратура 500 человек учится значит у нас соответственно кафедра автоматизации системы учительных комплексов это одна из 20 кафедр нашего факультета она была основана в 1970 году академиком член-корреспондентом академии наук и львом николаевичем королевым настоящее время руководителем кафедры является русланич милианский и самого начала кафедра занималась архитектурами и программ обеспечения распределенных систем настоящее время мы занимаемся вопросами инфраструктуры обработки передачи данных и различными ну все что связано фактически с компьютерными сетями и с облачными платформами ну и где-то 17-20 человек из этого всего факультета учатся у нас на кафедре значит на первых двух курсах студенты факультета они получают основном фундаментальную математическое образование и соответственно айти курсы они представлены фактически вот с алгоритмами алгоритмическими языками на первом семестре здесь учатся на основе паскаля и си либо си зависимости от потока архитектура в м языка сибера где изучается архитектура x86 со всеми плюсами и минусами третьем семестре изучается как как вообще работает операционной системы изучается язык си в четвертом соответственно изучаются различные вопросы связаны с формальными грамматиками и изучается си плюс плюс значит для того чтобы студенты проводили исследования в рамках кафедры и соответственно глубже погрузились те или иные вопросы на кафедре помимо общих курсов мы проводим вот следующий курс соответственно курс по питону по сетевым протоколом linux по архитектуре риск 5 соответственно в настоящее время разработка не может никто никто не разрабатывать программы в одиночку поэтому у нас есть курс по совместной разработки на языке python и собственно курс по разработке программ освещения для я сейчас подробнее расскажу какие программные средства мы используем при в данных но язык программированный python это соответственно рассматривается как бы третья версия языка python от логично от логических операторов до соответственно более тонких материй значит но здесь естественно программу можно писать любом редакторе в том числе в редакторе вим в качестве идея используется джинни spider и соответственно open source версия печать значит после каждой лекции студенты получают задания которые они выполняют все их проверить в очном режиме невозможно поэтому мы используем тестирующую систему и джар тоже открытая система в которой соответственно позволяет автоматически тестировать и соответственно уже дальше преподаватель смотрит только какие-то программы которые собственно и по его мнению стоит смотреть разработка программного обеспечения для соответственно нулин здесь рассматривается система контроля версии гид средства документирования кода сфинкс вопросы локализации цивилизация здесь рассматривать соответственно понтон или play рассматривается вопрос от тестирования на основе соответственно используется в модуле док тест юнит тест сборка здесь соответственно мы используем дует и пакетирование архитектура языка сембера риск файв ну во первых я думаю что в это не надо объяснять что x86 саде архитектур содержит множество недостатков а риск файв это во первых открытая архитектура вот и соответственно гораздо более красивая и интересная есть опять же открытый эмулятор этой архитектуры раз поэтому соответственно мы сначала на эмуляторе какие-то простые задачки проверяем смотрим как они работают как как студент соответственно учиться писать на 7 и потом соответственно даем им возможность попрограммировать на программно-аппаратном стенде то есть стоит железка на которой можно включать различные лампочки соответственно включать там динамик звуковой то есть соответственно есть удаленный доступ к этой железке то есть это все в рамках курса тоже поддерживается значит опять же она в пятом семестре студентам в мк читается курс введения в компьютерные сети но соответственно поскольку мы специализируемся на сетях того материала которые в рамках этого курса читается не совсем хватает как нам кажется нашим студентам и мы поэтому делаем еще один практически ориентированный курс в котором они учатся соответственно настраивать сеть работать с вуланом с мплс соответственно тегами и супа и с вопеном и для этого значит на основе virtualbox было сделано эмулятор сети и в этом эмуляторе различные соответственно момент они могут тоже пройти ну и собственно жизненный цикл разработки программного сечения он соответственно при поддержке дистрибутива alt linux тоже вот в отдельном курсе рассматриваются все средства которые значит соответственно нужны при разработке подлинных сноси от собственно написание кода от контроля версии до пакетирования и соответственно там специализации лекции читаются ну поскольку мы в этом году в таком живем достаточно гибридном режиме то есть лекции нас читаются онлайне а семинар проходит в очном режиме соответственно помимо того что мы как говорится их транслируем наши как говорится в факультетском зубе у нас также есть канал youtube где в прямом эфире эти лекции транслируются и собственно к ним может могут отключиться не только студенты факультета но и собственно любые военнослушатели но возникает вопрос почему мы в своих курсах используем свободное программное спечение но во первых первое как бы достоинство свободного программное спечение в том что она публично доступна если мы хотим использовать вот например нам нужно какое-то средство для интернационализации использовать мы берем находим соответственно позитория этого средства его скачиваем устанавливаем на компьютерах и дальше мы можем использовать то есть не надо просить каких-то лицензий достаточно просто вот найти соответствующие средства если мы возьмем среду для разработки все плюс плюс которые предлагают нам проприетарные вендоры то мы в ней увидим огромное количество функциональности которые при обучении не не задействованы и фактически нам для того чтобы начать писать программу вот это идея нам сначала провести тренинг студентов чтобы вот они научились в этой среде работ соответственно программы которые соответственно лежат в открытом доступе они на самом деле содержат достаточно для обучения функциональности ну и вот это вот лишней нагроможденности функции нету соответственно проще это для использовать для обучения ну и собственно все что мы сделали все что студенты сделали под свободным программным обеспечением это можно все лицензировать можно публиковать результаты то есть здесь нет никаких лицензионных ограничений чтобы хотелось дальше соответственно мы фактически вот своих курсах достаточно большое количество аспектов которые возникают в настоящих проектах рассматриваем но соответственно студентам конечно хотелось и как бы мы это видим по их реакции хочется участвовать настоящих боевых проект поэтому вот настоящее время мы активно соответственно со спо базальт обсуждаем соответственно создание лаборатории для того чтобы можно было начинать проекты которые были бы соответственно полезны для сообщества по разработке и поддержки соответственно каких-то вот свободного программ обеспечения либо каких-то проектов которые были бы интересны в рамках этой деятельности и вот я надеюсь что следующем году во каких-то из этих проектов мы смогу я смогу и либо кто-то из моих коллег сможет рассказать на следующей конференции большое спасибо за внимание если кому кого заинтересовали эти курсы они все и не только они есть на сайте сообщества unix и про них также есть упоминание про другие курсы которые мы читаем которых я сегодня рассказывал на сайте наших спасибо большое вопросы тогда я задам парочку вопросов они немножко по касательной но вы затронули эту тему во первых на первом курсе вы делите студентов на счастливчиков которым дадут си и на тех кому этот паскаль но как бы вот чем это связано все таки паскале он язык такой уже устаревшие и скажем так почему вы всем синий дай потому что знание си она полезна автоматически на практике на паскаль почти не пишет это правильный вопрос периодически он поднимается и в недрах нашего факультета я соответственно скажу следующее что до паскаль как язык именно вот промышленного программирования безнадежно старин хотя я знаю несколько проектов которые на дельфи до сих пор ведутся потому что просто за счет того что наработано огромное количество кода который жалко просто бросить но достоинства языка паскаль что у него очень маленькое ядро которое можно прочитать буквально за две-три лекции и дальше вы начинаете писать программу и в нем соответственно заложено очень много понятий которые собственно вот передачи пара параметров различными способами функции функции процедуры то есть никто же есть некоторые отличия и на его примере это очень легко студентам рассказать вот но опять же тоже вас не все поддерживают тоже считают что это трата времени поэтому у нас как бы часть преподателя они выделились в отдельный проток они пытаются читать си примерно как паскаль выделить некое ядро потому что сих какая проблема вы даже hello world есть когда вы напишите программу кого вам придется объяснять узнаете вот там include это выбор потом расскажу что это такое вот у принт потом какие то есть параметры тоже вот вы пока вот пишите нас используете там нет пара а пуст это садуц а путь а тогда надо объяснять как как работать с буфером то есть здесь получается что если мы пытаемся людям объяснить которые вот только-только начинают программировать с нуля значит приходится много-многие вещи рассказывать что это вам расскажу потом пока давайте писать но надо сказать что сейчас люди естественно тем более новым которые приходят они не с нуля пишут они уже пишут на они пишут и г они пишут олимпиады и многие из них уже знают не то что си а поэтому руби котлин даже люди приходят которые уже знают поэтому и когда они увидят паскаль у студентов этого многих вызывает отражение поэтому это скажем так такой пока дискуссионный момент и мы для себя пока не решили какой же язык первый нужен для студентов но конечно все идет потому что это будет конечно не паскаль потому что уже даже ходят разговора давайте придумаем сейчас новые программирования потому что конечно то что придумал бирт она вот металис . металлической точки зрения она очень интересна и спасибо большое за дискуссию есть еще один вопрос вы упомянули то что у вас часть курсов это совместная разработка и у вас есть я джадж вчера обсуждались вопросы связанные списыванием да я думаю что в контексте спой разработки правильное списывание нужно только поощрять потому что ну в чем смысл спо мы берем уже существующий код и просто адаптируем его под свои нужды вот у вас этот момент как-то раскрывается вы не наказываете студентов например за то что они вот переиспользуют код а именно как бы творчески его дорабатывают допустим или еще что-нибудь знаете это как научных статьях если у вас стоит цитата со ссылкой на источник это правильно цитирует если без ссылки это некорректное заимствование так и с проектами если человек говорит что вот это создан на основе этого проекта это одна история если он просто скопировал файл это конечно мы с этим курс без ссылки на ну и лицензия скажем так обычно требуют авторов указывать не все но большинство требует но на сказать что вот именно на совместной разработки люди уже научены опытом и они действительно как бы обычно все таки и как бы мы неоднократно говорим о правильном как бы стиле работы с существующим проектами они уже как бы ссылки ставят а вот на курсе питона соответственно и джаджа приходится использовать различные методы для борьбы вот с склонами но там программки обычно достаточно маленькие там соответственно вещи типа переименования переменных когда жили просто переименовывать это все вы ловится понятно спасибо коллеги есть вопросы есть миша так извините пожалуйста я просто знаю на своем опыте серьезную проблему если начинают людей которые приходят уже зная программирование умея программировать начинают учить элементарным вещам это их очень сильно расхолаживает как вы на первом курсе решаете эту проблему значит спасибо за вопрос да эта проблема есть в принципе нашли нек некий баланс как это правильно решать значит на первом курсе им нужно сдать не как некоторое количество задач для того чтобы получить зачет помимо того что вот они решают какие-то задачки в аудитории они пишут задачи на компьютере соответственно они имеют возможность выбрать его написать грубо говоря три но сложных программы либо написать много 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 простых соответственно кто только начинает учиться он выбирает путь написания много множества простых а кому интереснее чему-то новому но все-таки научиться они пишут вот эти сложные задачи например у таких сложных задач это например там соответственно работа с красно-черными деревьями то есть они должны написать полный комплект всех действий, соответственно, добавление, удаление, процедуры балансировки, преобразование, допустим, в другие виды деревьев, вот примерно так. Спасибо. Я просто могу напомнить, что у нас был очень интересный такой опыт и удачный. Мы просто первыми, кстати, это взяли из американских некоторых ведущих университетов, первыми языками поставили либо пролог, либо рефал, чтобы люди, которые пришли, сразу поняли, что они не знают не всё. А ещё в одном, я уже не помню точно, в узе американского Каскел используют. Да, 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 это то же самое. От себя могу сказать вам только спасибо за такой подход, потому что во мне на третьем курсе благополучно убили химика, когда-то, сказав, что нет, то, что вы знаете, олимпиаднички физметоды, это всё не котируется, вы будете по две недели страдать, выпаривать, как в 17 веке. Мы это умеем. Это скучно. А по существу доклада хотел такой ещё маленький комментарий сделать. Отчасти он политический, но я Новодворского не вижу, поэтому сделаю. Тема РИСК-5 сейчас очень сильно хайпится и давится, при этом немножечко так отбалансирует это дерево, что есть мнение, по крайней мере, одного моего знакомого человека из Positive Technologies, Леонида Юрьева, который посмотрел внимательно и для себя сделал вывод, что местами в ИСА, местами в Железе, похоже, сохранены, как он высказался, бережно сохранены практически все ключевые уязвимости, которых при разработке, точнее, местами в ИСА, местами в АБИ, сохранены уязвимости, которых можно было как раз избежать при разработке новой архитектуры, с учётом как раз-таки, буквально за последние годы уже вылезших окончательно на поверхность, там и спектров с мелдаунами, вот, и его это несколько напрягло, опять же, именно с учётом того, насколько это форсится в качестве, вот, значит, Русс, сдавайся, выкинь всё своё, вот тебе гамбургер, вот, и об этом я говорил, говорю, и, так сказать, пока не убит, буду говорить, видимо. Но это всё-таки уже не по тематике доклада, поэтому я… Это по тематике доклада, поскольку там был? Доклад не про РИСК-5, поэтому я предлагаю обсуждение РИСК-5 в кулуарах. Да. Ну, опять же, РИСК-5, это некое всё-таки здесь мы показываем студентам как некую альтернативу X86. Согласитесь, всё-таки это более красивая альтернатива. Технически, да. Спасибо. Спасибо.